Мы сегодня будем дегустировать грузинскую кухню. Не жрал, у меня уже желудок прилип к позвоночнику. Я считаю, что такие съемки нужно проводить каждый день. Что, ребят, всех приветствую, меня зовут Гугатупури, и вы на моем канале. И для меня это дебют этого видео по поводу пищевых движений. Мы сегодня будем дегустировать, точнее Витя будет пробовать грузинскую кухню. Готовьте поесть, накидывайте чай, можете закинуть сахаров побольше, я люблю побольше. И мы начнем обозревать, точнее больше будет Витя, потому что здесь много мясного. Я буду так, ну, салатик поедать и какой-нибудь мегрильский хачапури накидывать. Больше, ну, не смогу не вывести. А Витя будет, ну, на строгости, короче, рассказывать. Всем рекомендую от MyProtein обязательно витамины группы В. Это вот. Электролиты. Очень крутая тема. Так, это чтобы поспать нормально после тренировки. Ну, а так, в принципе, минералы английского качества. Все, всем рекомендую. Не забывайте прописывать промокод GOGA или BLOOD, и вам накинется с двух ног скидка до 42%. Качественно, вкусно, интересно и полезно. Начинаем. Я уже не ел три дня специально, короче, как услышал, что будет вот это вот видео пищевая, короче, кондиция у нас сегодня. Поэтому не жрал, у меня уже желудок прилип к позвоночнику. И GOGA такой, да, там нужно не завтракать. Я буду, конечно, перебивать себе аппетит. Я уже жду, не дождусь, еще так долго нес он это все. Я считаю, что такие съемки нужно проводить каждый день. Кто-нибудь утром можете приходить ко мне с едой и будем как бы вообще снимать там всякие кухоньки. Вообще прекрасно. Я, к сожалению, такой бракованный грузин и много чего не знаю. Если бы мы были в Питере, Витя бы просто отъелся бы хинкалями от моего брата, потому что он по Питеру, вот как раз у него доставка. Ссылку укажу, это и реклама, и настаиваю, попробуйте. Сегодня из того, что есть, я, наверное, только смогу поесть чуть-чуть салат и мегрельский качапури. Все, а остальное это, ну, мясная атака. Я не особо любитель мяса, точнее его не ем с детства. Ну, так получилось, ребят, вот просто не люблю. У меня нет вот этих радикальных, как это легко сказать, мыслей или принципов, да. Ну, мне просто не нравится, и все. Задача сейчас просто, я не знаю, накормить Виктора, пускай он порадуется и попизделки устроить небольшие. Теперь на грузинный похоже встал? Ну, а так нет. А так был такой, типа, ну, ленинградский. Гоша, на грузинском. Это я на мегрельском сейчас сказал. Мегрелы, всем привет. Смотрите, что у нас сегодня в меню. Я взял чек, потому что некоторые названия я... Кучмачи по-мегрельски. Пирожное медовик, я не знаю, брал или не брал, но походу брал. А это самое грузинское медовичок. Хашлама, хашлама. Хашлама знаем, уважаем. Хачапури по-аджарски. Ну, чисто я и по-мегрельски я взял. И щенкали из говядины, и щенкали из телятины и свинины. Я тебя сегодня так накормлю. Бля, наконец-то. У меня сейчас уже это просто в обморок упаду. А мы тут были в каком-то грузинском фудкорте. И там был хачебургер был. То есть типа бургер из хачапури, понял? Это что за патч? Ну, типа, прикольный такой 2.0 version 2.0. Ну и как, норм было? Да. Так, ты попросил сладенькое. Сладенькое обычно на конец едет, да? Как говорит один классик, десерт это награда за еду. Вау. Да, то есть ты сначала кушаешь, а потом награждаешься. Я так понял, они ручной формат. Серьезно? Да, они прям готовят. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, мне он еще не сделан. Классика жанра, огурцы, помидоры. А он без ореха, я знаю, что из мусорки с орехом? Без ореха, да. А вот это, вот это супная какая-то. Хашлама. Хашлама. Блин, жалко, они живого, барашка мне не дали. Базара нет. Это вот. Я бы его Азогу скормил. Нужно ложки принести или там есть? Наверное, нужно. Не, вряд ли. А, не дали? Так, обычно с супов начинаю, с жидкости. Ты можешь все разложить. Давай. А вот это кучма-ти, по-моему. Пацаны. Будет детку что-то? Ну? Идеец куки-маки. Нет, не помню. Вот это не помню. А ты продолжите в комментариях. Братан, это кучма-ти. Так, это, я думаю, по-мегрельски. А, Джорджи. Попробуй ее шлепнуть обратно. Прикольно получилось. Какая-то же экстрим-подача. И, кстати, не нужно было вот это размешивать. Бал забрал сначала, но вернул 5, короче. То есть нормально. Видите, кстати, эксклюзивные, такие элегантные и одиночные вариации. Ну, мне вот это нравится. Ну, она такая, да, мощная. Да, ну, не знаю, удобно-неудобно. Нормально. Пойдет, да? Стиль присутствует. Я супа, слушай. Ну, по всем канонам, типа, суп обычно начинают. Я, мне не принципиально. Я накидываюсь и на это, могу одновременно и суп поесть. Так, ну что? Давай, без ложки сразу. Я сначала бульон. У него своя эстетика. Я не шарю. Вот в мясной теме я не шарю. В принципе, я вообще большой фанат супов. Всегда заказываю супы, люблю супы. До чего тут могли бы докопаться ортодоксальные грузины? До того, что он, наверное, не очень наваристый. Мне кажется, у вас там вообще такой говяжий ногой вот так вот мешает. Короче, он такой мощный. Этот хашлама, он такой обычно должен быть жесткий. Не хаш, но он должен быть такой, там, вот жир типа сверху плавать. Этот, мне кажется, такой довольно плот, хотя мясо наводили. Я люблю вот эти вот всякие супа, которые вот по-варварски порублены. Большие куски картохи, мяса. Мне прям нравится. Я вот люблю. Вот, ну. Ну, я вот смотрю, как будто кора дерева, наверное. Хороший суп, да, очень. Такой, ну, не сильно наваристый. Мне даже кажется, как будто туда, знаешь, мясо отдельно кидали. Может быть. Ну, такое, знаешь, жестковатое. Может быть. То есть его не томили, не вываривали. У нас какая сегодня система исчисления? В папахах или в чем? В негревах. Десять, да? Да, десятибалльное будет. Шесть с половиной, семь мегрелов из десяти. Ну, минус три балла за наваристость. И вот жесткое такое мясо. Я люблю жесткое мясо. Но в хашламе оно должно быть вываренное, такое разваристое. Но я это все равно сожру чего. Я знаю, что когда ты приходишь в грузинский ресторан, официально отдать штуку заказывать. Ну, да, я обычно вот смотрю в мегрельские хачапури и салат. Ну, и там соус какие-то. Ну, давай. Сыр так себя, как будто творог, блядь, не сосы. У меня на балконе пять килов брынга больше. Тесто. Не впечатлил. Сколько мегрелов? Ну, а здесь троечка мегрелов. Я не очень люблю вот этот, ну, мегрельский. Мне нравится вот этот. Но это, ну, выглядит сухо. Ну, по мне здесь как будто творог, не сыр, а творог. Главное, что они... Да, 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 нет. Ну, ну, такой, как бы, можно хавать. Ну, это типа, это ресторан? Или что это? Ну, это не ресторанный уровень. То есть, такой, буфетная мегрельская хачапушка такая. Она тяжело заходит. Обычно, мне кажется, вот по-мегрельски берешь, там вот так сыр отрывается, да, как это, блядь, как от пицушки такой. А здесь он, да. Не холодно, не жарко. Но благо не пересолили. Сыр иногда бывает очень соленый, знаете, такой прям крепко соленый. Ну-ка, помидоры какие у нас, крымские, нет? Чувствую столицу. На вкус как елочные игрушки или нормально? Так, помидоры, ну, так же, обычные, как, несладкие, которые это и вкусные. Здесь островатые немножко, пикантные. А вон там перец лежит. Да, они прям... Закинешь его? Ну-ка, а он. Мммм. Терчи, кайф. Немножко будем, блядь. Я вам расскажу, знаете, какой себе стеклят? Ну-ка. Мы когда в Грузии, брат, мы тусуем, в принципе, в Сибири. Там наедаешься салатом, прям с утра. С сыром, салагуни. Или батоном. Или хачапурь, и все, и ты прям вот в восторге. Там сладкий помидор, сладкий огурец, лук. Ну, и душистая трава, там, кинза, еще что-то. И ты просто в таких кайфах. Ты съел минералы хапу, водичкой запил и пошел жить. Ну, в прямом смысле, тебе хорошо. И как на тебя смотрят те, кто там живут? Как на Грузина. Да? Да. То есть то, что ты съел салатик, запил воду и все. Типа того. Мне кажется, я бы на месте Гогиных родственников просто его, еще чапалахами бы накормил сверху за такое. Ну, из-за этого, когда Витя приходит, мой папа накидывается на него. Братан, давай. Отрывается на мне вообще. Да, давай поедим нормально, как бы. Не вот с этим травяным, то есть я, а вот прям хорошо. И они кайфуют от этого. А вот смотри, ты сказал, водичкой запивают. А что вот по культуре питья? То есть, насколько я знаю, у вас там прям венок хлещит нормально. Они хлещат. Ну, вот сейчас, мне кажется, слишком много хлещит. Серьезно? Ну, мне кажется, да, у моего деда позапрошлым году 800 литров они из виноградников шлепнули. Это просто, ну, типа... Это типа на зиму или... Это типа, да, на год. То есть, а, на 800 литров на год? Как бы... Вот даже это по сколько, по 3 литра в день, по 2,5 литра в день? Они улетучиваются, братан. То есть они в это... Как бы, ну, нет такого, что ты с утра пришел, хлопнул вина. Нет, просто часто праздники. Удобно. Удобно, да. А так они... Водичка, с колодца, выпил. И все. И у тебя и крепкие зубы, я не знаю, и глаза, и сетчатка, и все. А что следующее? Да, ты что-то хочешь? Дорогу, кучмач. Я тоже, мне вот... Я не знаю, что это такое. Пацаны, я не помню, как еще кучмача делаться. Даже информация не взял, но, по-моему, из органов. Если это желудки? Ну, типа там что-то из такого. Как интересно. Они вот делаются как раз, да, типа там, что-то из органов, я помню. Она очень острая. Ну, это нормально. Она напоминает, знаешь, что конскую колбасу, как будто бы. Может быть. Может быть. Ну, это прямо на закусь такая, знаете, мощная штука. Действительно напоминает вот конскую колбасу. Можете обратить внимание, здесь такое темное, короче. Видите, мясо, оно... Такое даже что-то с печенью имеет общее, как будто. Он реально острый. То есть люди, которые не любят острое, наверное, не рекомендую брать. Те, кто любят, хорошо так обжигает. То есть даже мне прижигает более-менее. Че это такое? Это перец. Онострый. Ну, должен быть. Давай по штучке. По нему, да, мне сходят куда-то шло. Ты уверен? Ну, бывает. Не, мне похуй вообще. Ну, типа, для кого-то я знаю, что это переломный момент. Ну, мне похуй. Черный волос хоть был? Нет. Ну, такой кудрявый. Кудрявый? Там еще на кончике волоса были такие... Какие-то уплотнения, что ли, такие штучки такие плотные. Что, тоже? Волос? Нет, тот же. Он не оскакивает. Волосы, да. Это типа подача такая, экстрим, с волосом, то есть. Бля, надо открыть кафе и чисто вот именно, знаешь, что это не блюдо. Выдержали психологические линии, да? Да, короче, ну, там такой волос такой черный такой, пудрявый, как пружина. Знаешь, когда подают блюда, там какой-нибудь... Жипиной такой, вот, типа, ну, с края какой-нибудь, ну, типа, изюминку добавили. И ты такой, знаешь, просто клок волос такой. Просто с лобка такой выдянул. Нет, жопы подключены. Причем же с луковицами вот этими, блядь, да. Из чекараха. Да, да, да. С гирляндами с Нового года такие. Когда грузины берут в долг, они могут, типа, на кон поставить свои усы, типа того. Ну, это старая школа. Расскажи. Ну, это старая школа. Ну, типа, было такое, да. Это, знаете, как вот я сказал, я слово, человек чести, короче, блядь. Братан, типа, если ты, ну, проебался, то, ну, типа, усы, это, блядь, ну, считалось, типа, благородный, то, типа, статусный парень. И что, отрывали? Ну, там, что-то, короче, не знаю, как отрывали, но, типа, братан, временно сберейка. Типа, если без усы, то, как бы, к нему уже вопросики, Ну, как бы, к нему вопрос, а что случилось? А, почему так быстро сбрыл? Что, мне не поменялось? Знаешь, типа, как, знаешь, типа, намеки. А вообще, если есть кто там без усов гоняет? Да, есть. У нас-то культ был. Мне папа рассказывал, мне, когда я в армии даже служил, именно у грузинов, именно им разрешали не сбривать усы. Любые вообще? Вот, нет, именно вот усики вот эти, вот эти классические вот эти, отцовские. И, да, я видел фотографию моего отца, когда он в армейке служил, деды мои, у них были усы. Им разрешалось из-за того, что национальность грузин. Если была возможность, я бы с кайфом в армейке выходил бы вот прямо с такими усищами. Такие бани контракты вот. Очкую. Но бороду сбрили бы тебе. Да. Три лайка, Гочи бриет, бороду оставляю. А мне кажется, эпичный. Я бы попробовал. Оно у тебя растет, блядь, за день, нахуй. Че ты паришься? Я бы сбрил бы, посмотреть. Ну, просто фоток поделать. Вереги, Гочи без бороды, как все охуеют просто, Они не поймут. Оно у тебя вырастет с щетиной, она у тебя за сколько? За шесть часов. Слушай, ну я, по-моему, щетиной такой, брутальненький был такой, прям аккуратно. Я хочу Гочи без бороды посмотреть, блядь, просто походить, пощемить его, там, знаешь, видео какое-нибудь снять, пойти в какое-нибудь приличное место сразу, знаешь, такие, это Гочи. И, конечно же, хочу сказать, ребят, у нас есть онлайн-школа, знаете, какая? Конечно же, физического напряжения, страдания, улучшения, и наши авторские всратые темы присутствуют там. Ребят, это Блудинфо, где есть упражнения на статику, на статодинамику, есть гири, работа собственным весом, штанги, авторские программы от Виктора Блуда и от меня, все это присутствует, там и для новичков, и для уже более агрессивного уровня. Переходите по ссылке, ссылка будет внизу в описании. Пробуйте, испытывайте себя и улучшайтесь, все многофункциональности. Я слышал, что это нельзя резать ножом, ну, типа, по-трусному, по-правильному, короче, это там ломается, макается, там, или заворачивается, естся, как пирожок. Могу ошибаться, может, как-то еще усамнился. Нет, мы тоже. Ладоши по хлопку. Да, как здрасте. Блядь, круто выглядит, знаешь. Ну, стекает, да. Ну, такое, мерзко-прекрасное, сказал. Давай с уголка начнем. Ну, сыр уже такой подустал, но надо учитывать, что Гоча нес ее откуда-то. Да, с холодов, короче. Да, то есть, и мы уже пиздим тут немало. Кайфушки? Попробуй. Почему? Ну, мне не нравится. Совсем не знаю. Ну, мне не нравится желток там, когда он размазан. Суховат. Мне нравится соусами. Вот мегрельский, соусами, острыми, еще что-то, и закусывать, примерно, салатом. Вообще соусы не люблю. Не любишь? Этот пободреет. Здесь не топовый сыр. Он такой же, как в мегрельском, только за счет того, что его большее, за счет того, что здесь яичко, он пободрее. Хороший. Хороший. Блин, я вот этой штуки не поставил. Она очень необычная. То есть, она такая ортодоксальная. Она острая. Она необычная. То есть, вкус такой интересный. Я бы поставил, наверное, 9. Потому что она, если вы хотите что-то необычное, именно вот из грузинской кухни, огласите, как называется. Кучма-ча. Кучма-ча. Пробуйте. Я, знаешь, что слышал, что у узбеков раньше, ну, не знаю, как сейчас, раньше у них была тема, что барин в халате ел, но они же руками едят. Да, слышал. И они, короче, руки вытирают вот об этот подол. Ну, типа, у кого более заебаненный подол на халате, тот, типа, более привилегированный. Ну, такой, да. То есть, честно. С каждой лайком мы едим узбекскую кухню или варим плов. Я не беру в расчет, что она остыла. Я не беру в расчет, что там, ну, там, что-то там яйцо плохо лежало. 6-7. Все-таки тут не самый удачный сыр, мне кажется. Она вкусненькая, хорошая, вполне приемлемая, но не самая топовая. То есть, такая среднестатистическая хачапурька по отжарке. Ну, что, давай, короче, хинкали. Какие из них какие-то? Вот это говядина, а вот это телятина-свинина. Ну, вообще, на самом деле, до хинкали докапываться можно много, то есть, типа, вот там, да, там очень... Я вот знаю, как в Питере, вот всего пару мест, где можно было потрескать хинкали хорошие. После того, как мой брат начал делать, я за брата говорю уверен, и он бы более строгую дегустацию бы сейчас скинул, потому что он шарит. Я не шарю, я так, типа, вкусно-невкусно вот тебе сейчас будет. Ика, тут у нас дегустация, ты должен свое критическое мнение накидать. Приветствую, приветствую, всем привет, дорогие друзья. Ой, давай, капюш, что-то ворвался. Смотри, Ика, я не могу дегустировать за хинкали, вот зацени, это, типа, норм? Вить, можешь поднять? Это выглядит, как классические хинкали. А ты делаешь как? Ну, честно говоря, наши хинкали, конечно, получше держат свой первоначальный вид. Данные хинкали сильно прям потеряли форму. Ага. По этой причине сказать трудно. Так, интересно, каково ваше мнение насчет того, какой он на вкус? Мы еще не пробовали, но вот я собрать визуальную составляющую. Сколько мегрелов по десятибалльной шкале вы поставили данному хинкалу? Слушай, на самом деле не очень много, не очень много. При большом сожалению. Ну вот из десяти сколько мегрелов? Примерно, наверное, троечку. Три мегрелов из десяти. Ну давай на вкус, давай на вкус. Тут это у нас, видишь, гастрономическая грузинская кухня. Витя, ну, как раз, все равно кормим Витю, все. Больше, вот, вот сериал, непринужденная. Ну как? Сок был, присутствовал. Ага. Ну вот говядина такая себе. Ну, видишь, тут от мяса еще сильно зависит. Их можно есть. Они вполне съедобные. Ну, я бы поставил, наверное, пять мегрелов. Пятерочка, да? Пять мегрелов. Пять мегрелов, Игорь. Пять мегрелов. Очень интересно. Ой, блядь, не выебывайся. Сейчас ты так красиво типа говоришь, блядь, заебал. Увидел, надо же как-то себя повести, правильно? Да, я не хуй, блядь, заебал. Такой, знаешь, типа камеру увидел, типа. Всем привет. Включился режим аристократа. Да, да, реально режим аристократа включил. И у нас осталось говядина-телятина. Говядина-телятина это одно и то же. Ой, говядина-телятина-свинина. Давай. Типа, говядина-телятина это беременную корову просто туда, знаешь, за это перемололи. Головки толстые, мне даже тяжело держать. У меня хват хороший, но головки реально жесткие. То есть, да, я напоминаю, еще и порвана такая в виде какого-то овала непонятного. В виде яиц бобринных. Спустившегося шарика. Ну давай так это назовем. Давай баш. Но они не порваны, это уже плюс. Да, это уже неплохо. И не отличаются. Не отличаются вообще. Тут цены на не одинаковые прям. Ну мне бы дали, я бы не понял бы, какой из них какой. А вообще, ну типа, вот ты как мясоед с опытом, а отличается телятина от говядины? Нет, свинина от этой самой. А тогда что они в ее будет? Бля, телятина и вот говядина, и там какая-то дороже. Ну типа, говорят, телятина нежнее. Эти поострее. Накину шестого мигрела за остроту. Потратил я 3 500. Ну по-моему это... Это немного. Нет, это да хуя, чувак. Да хуя? Мне кажется, да. Подожди, сколько тут хинкари? По 5. 10 хинкари, хачапури, суп. Хучимачи? Хучимачи, салат. Это дорого. А, ну может быть я еще кофе взял, вот. Сколько там кофе? Ну, 3 580. Дорого. Это все вкусно, то есть я не могу сказать, что это как-то плохо или еще что-то, но это среднее. Но цена это не среднее. Остался десерт, ну посмотрим, но я думаю, он затащит. На вкус, кстати, огурцы как будто биты. Типа их спират пиздили, а потом биты огурцы. Ну типа, нет, их короче, есть такие ножи большие, короче, мясные такие, вот знаешь. Их, короче, вот так кладут на огурец боком и ударяют. А суть? Суть у него другой вкус получается. То есть когда вот он в салате, у него он как-то пропитывается иначе, и реального огурца другой вкус. Какого не знаю? То есть битые огурцы другого вкуса попробуй. Салат, ну, он такой грузинский, то есть тут много всяких специй. Я люблю попроще, но овощи, ну, наверное, не самые лучшие. Наверное, не сезонный. Ну, тут я говорю, здесь зависит еще от того, какие овощи. Ну, уже ты в курсе, что сейчас огурцы с помидорами стоят дороже мяса, вот именно вот в это время. Это прикол? Нет. То есть вот на рынке сейчас купить хорошие помидоры с огурцами дороже, чем купить кедром мяса. Это нынче, блядь, веганная сука больше тратят, чем не заедут. Когда я покупаю какой-нибудь бургер за 400 рублей, а какой-нибудь гочин с гороховой котлетой, блядь, и с какой-нибудь вареной морковкой, блядь, типа там 800, я наебать, обоссаться, готоваться мехом. Он еще хуинный, да жуть, его жрать невозможно. Это картофельная котлета, я думаю, вау, конечно, это стоит 800 рублей. Ну да, это у нас обычно угары по этому поводу очень часто, ими, блядь. Веганов щемит страшно. Реально щемит, да? Лёх, Берсер, если ты смотришь, защищай. У меня специальные десертные ложки, ты сказал, что тебе больше понравилось. Да, мне понравилось. Я включу. Ну-ка, давай, ты первый. Ты хочешь сказать, что медовик они делали сами? Я не знаю. Если дату это круто, конечно, потому что зачастую десерты вот в ресторанах, они вообще как бы их где-то закупают, они там либо долго лежат, либо они там по соседству, мягкий. Я вообще, ну, к медовикам хорошо отношусь. Ммм, 10 мегрелов. Зашкаливают мегрелы, да? О, езжёт, блядь. Такой прям, да? Он вкусный. Ну, прям. Такой, если... Я говорю, вот мне половинки хватит, я высажен просто, всё. Если они делают это сами, прям респект. Десерт вообще. Собрать общую оценку всего. Вот тебе что понравилось? Мне что понравилось? Да, он очень необычный, очень такой странный. Десерт понравился. Хотя, ты знаешь, я довольно спокоен к сладкому. Всё остальное как бы на среднем уровне. Ну, хорошо, нормально. Нормальная еда. Типа, я поставил бы 6 мегрелов общую оценку вот этому заведению. Я очень люблю грузинскую кухню. Единственное, у меня присутствуют некоторые контры с... Как эта дрова называется? Кинза. Кинза. Я не люблю ни укроп, ни петрушку, ни кинзу. И если, допустим, иногда есть возможность, я, допустим, прихожу, говорю, можете в салат мне там её не класть. Или там... Если это какое-то неортодоксальное блюдо, в котором она обязательно нужна, я там говорю, там травы поменьше, ещё что-то. В остальном я очень люблю грузинскую кухню. Она очень жирная, она очень мощная. То есть, это не та кухня, после которой ты пойдёшь тренироваться. Я помню, у нас был случай, когда мы залетели в Питере в Чита Гврита. То есть, это сеть ресторанов. Они довольно дешёвые. И там тоже вот... Ну, там еда вот на таком уровне, может быть, даже местами где-то лучше. Вот хачапурка там пободрее. И, короче, мы перед выступлением зашли туда пожрать. У меня до выступления было 4 часа. Я пожрал, и я до самого выступления, я думал, как я буду выступать, мне было так жёстко. Я так объебахался этими хачапурями, хинкалями, обкидался. И я еду, и я думаю, ну, сейчас пока еду, отпустим. Ни хера, я ещё выступал, и я думал, бля, только бы они во мне задержались. Очень. То есть, ты можешь пожрать там, вот если ты плотно поел, первое, второе, третье. Бывают такие дни, когда ты знаешь, что тебе будет некогда есть в течение дня. Ты залетаешь, вот набираешь, вот примерно вот столько хаваешь, и в течение дня ты только пьёшь. Грузинская кухня, она прямо вот ломовая. Я не знаю, как люди со слабыми желудками на неё реагируют, но если вы любитель пожрать, такую плотного и тяжёлого, после которого нужно там посидеть. Ещё острая она будет. Да, я респектую вообще грузинская кухня, она очень вкусная, очень крутая. Крутяк. А так, если в общем сказать, да я рад, что накормил Витьку. Сегодня такие, сегодня лёгкие попизделки, точнее утренние. И всё. Ничего принуждённого, ребят, такого прямо агрессивного не было. Чисто лайф, чисто кайфушки. Для меня это дебют пищевой. С вами был Гого Тупурия и уважаемый месье... Патисье. Патисье. Виктор Булл. Да, я буду кухонный критик. Не забывайте, кстати, накидывать гогоциты, комментировать, что вам нравится в грузинской кухне, чтобы вы, в принципе, хотели бы. Ну, по возможности будем всё это исполнять. Всё, ребят. Три лайка я веду Гочу в какой-нибудь веганское кафе какой-нибудь. И выбираю сам какой-нибудь мерзость, там какие-нибудь хумусы, там такие сопливые, какие-нибудь там, какой-нибудь желе из укропа, там вытяжки из петрушки, там такое, короче, типа... Не заводи меня, я тебе сказал. Гороховые котлеты, короче, обязательно сходим. Кайф, ребят, всё. Всем добра, многофункциональности. Такой ещё нюанс, как вам идея по поводу еды. Можем иногда атаковать такими видосами. Так что вы обязательно пишите, нам нужна обратная связь, потому что от этого мы будем ещё отталкиваться.